здравствуйте дорогие друзья очень много тем в этой недельной главе иман который на все времена остался и рассечения моря и многое другое давайте начнем с рассечения моря и с интересной вещи сказано что труден заработок для человека как рассечение моря могут тяжело смотреть на нас всех и каждый ведь просит своего и тем не менее он всех обеспечивает именно он никто другой случается так что бывают в жизни у кого-то там расходы какие-то увеличивается где-то к врачу пришлось не дай бог пойти когда радостных событий там тяжело деньгами становится вдруг бывают ситуации когда как-то решается это все кажется что нет никакой логики если вы разговаривать будете с людьми которые вот честными людьми которые когда-то заработали что-то или где-то получили запах они честно скажут что это приходит как сверху и посмотрите в мы жили кто в советском союзе огромные очереди за их до и было за хлебом там могучая страна с пшеницей скважинами нефти золото алмазы и вот такая ситуация израиль ничего вообще и слава богу нет проблем в очереди за хлебом и вообще в мире люди женятся устраиваются как-то всегда все это потихонечку устраивается как это происходит и со странами то же самое у экономистов нет ответа у нас есть мы знаем что доходы человека похоже написано на рассечение моря сув это трактат психи она чудо нет ответов и нет вопросов такие доходы человека и всех и государств они отчуда по милости небо и как бы нам не казалось что мы что-то сделали что-то заработали да надо создавать сосуд что-то делать но заработок абсолютно не оттуда и написано вообще семь вещей скрыто от человека вот некоторые из них написано это день смерти время избавления когда придет машинах что на сердце реально у товарища и на чем человек может заработать спросите у людей которые думали планировали и там и и так далее не получалось а некоторые не планировали и получали вы всегда услышите самые чудесные рассказы бог питает мир сам создавая иллюзию да нам надо трудиться на все иллюзии я уже давно говорю там каждое село в мире заезжаешь лежат там такие рыбы сколько же в мире надо выловить наверно это такая иллюзия создается и у каждого свой путь земледельца свой ювелира свой какая профессия такая тропинка у каждого своя дорога была как при рассечении моря сув есть короткая история один еврей пришел к святому гаону автора праведник праведнику автору книги геврад хаим и говорит что вот у меня конкурент открыл лавку и так уменьшаются доходы рабе говорит ты когда-нибудь на повозке ездил конечно обратил это внимание что перед тем как пить лошадь бьет ногами воду ну человек удивился конечно видел он говорит а в чем смысл не знаю очень просто когда лошадь опускает голову чтобы попить она видит свое отражение думает что пришла другая лошадь которая отнимает у нее воду из реки и она бьет копытом по когда замутиться все мне кажется же лошадь исчезла ну человек смеется говорит ты понимаешь рабе ему объяснять 2 лошадь существует только воображение первой лошади да даже если вторая была да действительно в реке было бы достаточно воды чтобы напить и когда она пытается изнать вторую то выигрывает только одно она пьет грязную воду вместо того что пить чистую ибо не может человек коснуться до того что приготовлено для его товарища никогда он не получит ничего что не связано лично с ним и поэтому я хочу сказать что вот каждый его надо вымаливать заработком надо разговаривать есть короткая история про безуси еще она отвечает на все вопросы он каждый был человек это каждое утро владыка мира в зуша голоден у него аппетит дай мне покушать и в это время заходил шамаш и заносил завтрак и так повторялось всегда в один день он решил что он все время бога благодарит за то что я здесь не ничего нормально это не принесу ему ничего и посмотрим как ему бог поможет в это время зуша отправился в синагогу улица была непоглазная грязь кто-то проходил толкнул его я сокращаю наш рассказ он обрызгался пришел в харчевню ему говорят ты знаешь кого-то обрезал это великий повод боже что же делать ну ты его как-то там что нибудь попробуй подойти к нему тут быстро заказал завтрак такой обед красивый бутылку вина и вот взял водой бегом в дом цадика а там после молитвы раби зуся пришел говорит владыка мира зуся голоден дай ему покушать а за дверью шамаш думает ну сейчас я посмотрю как ты покушаешь тут толчок плечо его отодвинули сторону дверь распахивается в комнату выходит гость ставит стол горит а простите рыбы можно вот шамаш убедился и мы с вами сейчас убедились кто действительно кормит раб без ушек он был прав дай бог чтобы мы никогда не забывали кто нас кормит и тогда все будет в порядке брахово от слаха